доброго времени суток уважаемые студенты и слушатели продолжаем изучать курс сервисологии общей сервисологии сегодня мы рассмотрим тему иерархия потребностей или пирамида потребностей авраама или абрахама маслоу американского психолога основателя гуманистической психологии оказавший колоссальное влияние на экономическую теорию да и на экономическую практику и в курсе человека его потребностей как приложение сервисологии и в общей сервисологии это проблема эта тема очень актуальна годы жизни абрахама маслоу 1 апреля 1908 год бруклин пригород нью-йорка 8 июня 1970 года курортный городок менло парк калифорния соединенные штаты америки термин гуманистическая психология был придуман группой американских персонал персонологов которые в начале 60-х годов 20 века под руководством маслоу объединились с целью создания жизнеспособной теоретической альтернативы двух на и двум наиболее важным психологии течением это психоанализу и бихевиоризму гуманистическая психология уходит корнями в экзистенциальную философию особенно философию мартина хайдеггера ведь идеи абрахама маслоу очень тесно переплетены с философскими положениями антологии мартина хайдеггера 1889 1976 годы это немецкий экзистенциалист выдающийся всемирной известности философ но также оказали на концепции абрахама маслоу и гуманистической психологии также такие экзистенциалисты как сирен кирки гор 1813 1855 предтеча экзистенциализма карл ясперс 1883 1969 годы жизни и жан-поль сартер французский экзистенциалист годы жизни 1905 1980 психологи эрик фром алпорт роджерс франкл родла мэй оказали также влияние на развитие гуманистического подхода к личности каковы же основные концепты гуманистической психологии для того чтобы к теории потребностей перейти надо конечно общие подходы нам зафиксировать и так индивид гуманистической психологии рассматривается как единое целое это один из наиболее фундаментальных тезисов в основе позиции маслоу то есть это является то что каждого человека нужно изучать как единое уникальное и организованное целое изначально изначально теория маслоу развивалась как протест против теории не пытавшихся понять человека в целом особенно против бихевиоризма в теории маслоу мотивация влияет на человека в целом также рассмотрение концепции творческого потенциала человека тоже очень важная позиция гуманистической психологии здесь признание приоритета творческой стороны в человеке а также концепт что является сердцевиной самой значительной идеей гуманистической психологии то есть маслоу рассматривает творчество как черту потенциально присутствующую во всех людях от их рождения ну и также акцент на психическое здоровье маслоу считал что нельзя понять психические заболевания пока не будет понято психическое здоровье иерархия потребностей часто в теории потребностей говорят о пирамиде потребностей у маслоу этой идеи пирамиды потребностей не было только через пять лет после его смерти его ученики и продолжатели гуманистической психологии ввели в научный оборот этот термин пирамида потребностей и выделили первичные и вторичные потребности маслоу естественно говорил только о иерархии потребностей но к слову давайте обратимся в чем же смысл мотивации в теории иерархии потребностей вопрос о мотивации является наиболее важным во всей персонологии и психологии абрахама маслоу он полагает что люди мотивированы для поиска личных целей и именно это делает жизнь личности значительной и осмысленной то есть человек для маслоу это желающее существо имеющие мотивацию мотивацию на потребности на их достижение он предполагал что все потребности человека врожденные они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования притом следование и иерархии потребностей то есть нужно последовательно удовлетворить низшие потребности и только после этого человек переходит к следующему уровню или следующей ступеньке потребностей и в начале в самом фундаменте потребностей то есть первичные в данном случае вот если мы смотрим на на нашу пирамиду потребностей вот здесь мы видим что в основании вот первый фундамент это физиологические потребности более высокий второй уровень надстраивается на это потребности в безопасности и защите третий уровень который мы переходим это потребности в принадлежности и любви это по сути дела социальные потребности потребность в причастности в принадлежности и в любви и наконец четвертый уровень это потребности самоуважение признание и уважение и наконец самый высший уровень вершина пирамиды вот это самовыражение самого актуализация то есть это потребности личностного усовершенствования то есть высший уровень вторичных потребностей да и вообще все во всей иерархии потребностей и и именно вот гуманистическая концепция личности маслоу как раз опирается на идею что человек последовательно идет к высшей пятой к цели к высшей потребности и к саморазвитию к самовыражению самоактуализации и только от двух до пяти процентов достигает вот этого высшего уровня вершины иерархии потребностей в основу классификации потребностей в основе по маслоу лежит опущение что доминирующие потребности расположенные внизу должны быть более или менее удовлетворены до того как человек сможет осознать наличие и быть мотивированным потребностям расположенным выше то есть и наверху маслоу считал что чем выше человек может подняться по этой иерархической лестнице тем большую индивидуальность человеческие качества и психическое здоровье он продемонстрирует хотя допускал конечно что могут быть творческие люди которые выражают свой талант несмотря на серьезные трудности и социальные проблемы то есть проблемы на более низших этажах иерархии потребностей но тем не менее некоторые люди могут создавать собственную иерархию потребностей так как они могут отдавать предпочтение потребностям уважение а не любви то есть их больше интересует престиж продвижение по службе а не семья и интимные отношения ключевым моментом концепции иерархии потребностей маслоу является то что потребности никогда не бывают полностью удовлетворены потребности частично совпадают и человек может быть одновременно мотивирован на двух и более уровнях средний человек по маслоу удовлетворяет свои потребности следующим образом 85 процентов всех потребностей составляет удовлетворяемых им составляет физиологические потребности 70 процентов безопасность 50 процентов любовь и принадлежность 40 процентов самоуважение 10 процентов самоактуализация это те идеи вот этот уровень среднего человека абрахам маслоу сформулировал уже незадолго до смерти в 1970 году и так давайте охарактеризуем их последовательно все эти пять уровней и так физиологические потребности это самые основные сильные и неотложные потребности они являются существенными для физического выживания это потребности в пище питье дыхание сне физической активности защите от экстремальных температур потребности в сенсорной стимуляции хронически голодный человек не будет стремиться сочинять музыку или стать президентом страны и так далее заниматься политической деятельностью второй уровень потребности в безопасности и защите в эту группу включены потребности в организации в стабильности законе порядке предсказуемости событий свободе от таких угрожающих сил как болезнь страх хаос то есть к вид 19 например то есть это потребности связанные с выживанием человека защите его здоровья и собственно к стремлению к более высоким уже потребностям эту безусловно не удовлетворив человек не может перейти на следующую более высокую ступень на вторина ступени вторичных потребностей следующий уровень социальные потребности потребности принадлежности причастности и любви на этом уровне люди стремятся устанавливать отношения привязанности с другими в своей семье или группе групповая принадлежность становится доминирующей целью для человека он будет остро чувствовать муки одиночества отсутствие дружбы и отверженность мослову определял два вида вот этого уровня социальных потребностей это дефицитарная потребность или и бытийная потребность и такие же он и определял два вида любви для взрослых дефицитарная любовь и бытийная любовь дефицитарная любовь исходит из стремления получить то чего нам не хватает скажем самоуважение или секса или общество кого-то с кем мы бы чувствовали себя не одинокими таким образом это эгоистическая любовь которая берет а не дает а бытийная любовь это наоборот основанная на осознание человеческой ценности другого мослово определяет эту любовь как любовь бытия другого несмотря на его несовершенство следующая потребность это потребность самоуважение самовыражение само ну самоуважение это собственно тоже социальная потребность четвертого уровня это уважение другими престиж признание репутация статус оценка принятие и удовлетворение потребности и самоуважение порождает чувство уверенности в себе достоинства в осознании того что вы полезны и необходимы в мире мослово подчеркивал что здоровое самоуважение основывается на заслуженном уважении другими ну и наконец высший уровень потребности вершина иерархии или как потом его ученики определят пирамиды потребности по мослово это потребность в самоактуализации в самовыражении пятый уровень которого достигает только от двух до пяти процентов популяции в человеческом сообществе мослово охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать другим как он может стать достичь вершины своего потенциала почему самоактуализация так редко мослово сделал предположение что большинство людей если не все люди нуждаются во внутреннем совершенствовании ищет этого внутреннего совершенствования но достигают это лишь некоторые как правило одаренные люди и это даже может быть меньше чем один процент а не только два или пять со всего населения по оценке мослово это происходит отчасти потому что многие люди просто не видят своего потенциала не знают о его существовании не понимают пользы самосовершенствования они склонны сомневаться в себе и даже бояться своих способностей мослово назвал это комплексом ионы который характеризуется по его мнению страхом успеха что мешает человеку стремиться к величию и самосовершенствованию во вторых самоактуализации препятствуют стереотипы бытующие в обществе по отношению к мужественности и женственности и препятствующие проявлению противоположной половой роли в каждом гендере и в третьих сильное негативное влияние на самоактуализацию оказывает потребность в безопасности то есть самоактуализация требует риска готовности ошибаться и отказываться от старых привычек то есть требует мужества главным в теории мотивации Абрахама Маслову существует или выделены четыре основных положения а именно первое это все мотивы иерархичны второе положение высшие мотивы незначительны пока не удовлетворены низшие третье положение чем выше уровень мотива тем дольше можно откладывать реализацию ну идея коммунизма например в советском обществе пока не будут удовлетворены все материальные потребности там в квартире в пище в охране здоровья естественно коммунизм он как горизонт постоянно откладывался и уточнялся четвертый момент чем выше уровень потребности тем большее усилия человек готов прикладывать для ее удовлетворения вот эти четыре момента это главное в теории мотивации Абрахама Маслову и они как раз вот и очень гармонично вклады накладываются на саму пирамиду или по Маслову иерархию потребностей повторим еще раз что во первых главные моменты первый главный момент теории мотивации все иерархичные то есть мотивы тоже как и потребности выстраиваться в иерархию второй высшие мотивы незначительные пока не удовлетворены низшие третье чем выше уровень мотива тем дольше можно откладывать реализацию Чем выше уровень мотива, тем дольше можно откладывать на будущее реализацию этого мотива. И четвертое. Чем выше уровень потребности, тем большее усилие человек готов прикладывать для ее удовлетворения. Модель иерархии потребностей, концепция иерархии потребностей Абрахама Маслоу, она очень актуальна в наши дни. Она нашла широкое применение в экономической теории практически сразу, как были опубликованы и введены в научный оборот его идеи в гуманистической психологии. Она сверхактуальна в современных теориях мотивации и поведения потребителей. И любые концепции, современные мотивации и поведения потребителей, они обращаются в обязательном порядке к теории, концепции Абрахама Маслоу. Таким образом, рассмотрев взгляд на потребности человека у Маслоу, у других, которые мы ранее исследовали, у Хорни, у ряда Карен Хорни, ряда других авторов, мы убеждаемся в том, что до сих пор нет единой классификации потребностей, и что в основу деления каждый автор кладет различные подходы. Чтобы полнее разобраться в этой проблеме, необходимо проследить подходы, лежащие в основе подразделения потребностей на категории, проследить соответствующие этим подходам классификации. Что нам необходимо далее с вами определить, повторить. Итак, пирамида потребностей, включая, повторяем, по концепции иерархии потребностей Маслова. Пирамида потребностей, она имеет два уровня, первичные потребности и вторичные. В первичном, первый и второй уровне, это физиологические потребности и потребности безопасности. Третий уровень, это социальные потребности, потребности причастности и принадлежности, признание и уважение, четвертый уровень. И, наконец, пятый уровень, самовыражение и самоактуализация. И мера убывания как раз и характеризует вот этот уровень, мера убывания от первого, второго до третьего, четвертого. Третьи социальные потребности, четвертый, потребности признания и уважения, и третий, и пятый, самовыражение и самоактуализация, высший уровень потребностей.